Северо-казахстанская мука пользуется спросом не только на отечественном рынке, но и за рубежом. Предприятие ДЭС экспортирует около 80% своей продукции. Большую часть отправляют в Афганистан. В чем секрет успешного производства, узнала Ольга Загоройко. В Петропавловске компанию ДЭС открыли 13 лет назад граждане Турции. Сегодня это предприятие – одно из крупнейших в нашем регионе по производству муки. После экономического кризиса в родной стране ЗК «Этан Рыкулу» вместе с родственниками решил переехать в Казахстан. Говорит, условия для бизнеса здесь хорошие. Государственная поддержка позволяет увеличивать мощность производства. Сейчас она составляет более 40 тысяч тонн в год. С 2010-го ДЭС участвует в программе «Дорожная карта бизнеса». Государство нам хорошо помогало. Мы сделали 275 тонн, в два раза больше оборудования поставили. В прошлый год тоже большой ангар. Мы заказали через Турцию, перевезли 12 тысяч тонн ангар. Еще четыре шелка мы скупили. В прошлый год сушилка купили. Муку этого предприятия знают в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане. Однако основной потребитель – Афганистан. Туда уходит больше половины продукции. Здесь и упаковка особая, цветная. Все договоры на экспорт компания заключает в долларах. Это значит, что благодаря новой экономической политике Казахстана мукомольный бизнес получает больше прибыли, а значит, увеличивает доходную часть областного бюджета. Хорошо работаем. Мировая кризис есть. Сейчас мы не чувствуем кризис. Работаем. Мы сейчас до Нового года еще рабочие зарплаты будем поднимать. Средний зарплат будет где-то 75. В ТОО ДЭС работает около полусотни человек. Максим Корчагин – мастер-технолог. Он слезит за переработкой зерна. Сырье проходит две ступени очистки, а затем перемалывается в муку. В процессе, а он полностью автоматизирован, задействовано 16 аппаратов. Эта комната называется пультовая. Здесь находится управление мельничным комплексом. Здесь в основном происходят запуски, мельницы, запуск и контроль за производством. Продукция проходит строгий контроль качества. В лаборатории проверяют ее на всех этапах. Сначала зерно, а затем и результат – муку. Например, белизна ее должна быть не ниже 55 единиц. Сейчас она более 60. Сколько КАМАЗа в день приходит? 18-20. С каждого КАМАЗа мы отбираем пробы. И определяем качество, к какому типу относится пшеница к классу. Третий, четвертый, пятый. Естественно, мы подаем это потом на производство, на муку. И держим по ГОСТу, как полагается. Кстати, в местные пекарни продукция компании поступает по цене на 30% ниже рыночной. Это стало возможным благодаря меморандуму, заключенному между товариществом и проткорпорацией. Ольга Загоруйко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.